Иисус Отчего же Христос взял на гору преображения только этих своих учеников? Причиной тому, утверждает преподобный Григорий Синаид, являлась особая благодать, которая почивала на них, и которой не были украшены другие ученики. Наибольшее разнообразие святоотеческих взглядов связано с причиной преображения. Так святитель Григорий Палама связывает явление фаворского света с необычайным действием молитвы Спасителя. Преподобный Ефрем Сирин утверждает, что поводом к событию послужила забота об апостолах, которых необходимо было подготовить к видению преображенного Христа после его воскресения из мертвых. А преподобный Иустин Попович говорит, «Преображением своим Господь хотел показать, что тело – это обиталище вечного и несотворенного света Божия. Что же за свет осеял Христа во время преображения?» Блаженный Иероним Стридонский полагает, что это был свет, который будет осенять Христа в день суда. Святитель Иоанн Златоуст и преподобный Иоанн Дамаскин называют его естественным сиянием Божества. В то время как святой праведный Иоанн Кронштадтский считает, что преображение Господне – есть прообраз преображения тленного тела праведников в нетленное после смерти. Аллегорически истолковывает данный отрывок Писания Блаженный Августин Иппонийский. Иисус воссиял как солнце, демонстрируя, что Он – свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. А Его одежды – это Его церковь. Апостол Матфей начинает описание преображения Иисуса Христа словами «По прошествии дней шести». Таким образом, евангелист указывает, что событие преображения стало продолжением бесед Христа и апостолов, в которых Господь стал впервые прямо говорить им о предстоящих страданиях. Вместе с Господом в момент преображения присутствовали не все Его ученики, но лишь трое – Петр, Иаков и Иоанн. Самые важные моменты земной жизни Христа, как и во время молитвы в Гефсиманском саду, именно эти трое учеников были близ Господа, потому что превосходили прочих. Петр – тем, что сильно любил своего учителя вследствие горячей веры. Иоанн – тем, что был сильно любим Христом вследствие превосходства добродетелей. Иаков – тем, что был ненавистен иудеям. Так что Ирод, убив его впоследствии, оказал иудеям большую милость. Евангелист Матфей, так же как евангелисты Марк и Лука, не указывает название горы, на которой Христос преобразился перед своими учениками. Древнее христианское предание практически единогласно свидетельствует, что местом, на котором произошло чудо преображения Господа, была гора Фавор, высотой 588 метров, которая находится в восточной части Изриельской долины, в Нижней Галилее. Стоит отметить, что традиция точного определения горы Фавор как место преображения складывалась постепенно. Апостол Петр, бывший свидетелем этого события, в своем послании также не приводит точного географического указания, но говорит лишь о том, что эти события произошли на Святой Горе. Второе послание апостола Петра, глава 1, стих 18. Евсевий Кесарийский, прекрасный знаток географии Святой Земли, еще в начале IV века, около 330 года, находил возможным оставить вопрос об идентичности места преображения не вполне решенным. Так в толковании на стих из Псалма «Север и юг ты сотворил, Фавор и Ермон о имени твоем радуются» Псалом 88, Евсевий писал следующее «Я полагаю, что на этих горах произошли чудесные преображения Спасителя нашего». Начиная с середины IV века, мы уже находим достаточное количество свидетельств о том, что именно гора Фавор была местом преображения. Об этом писали Ориген, святитель Кирилл Иерусалимский и блаженный Иероним Стридонский. Интерес к этому месту не ослабевал с течением времени, и путешественники, посещавшие Святую Землю в конце VI-начале VII века, говорили о том, что на вершине горы Фавор были сооружены три церкви, соответственно, трем кущем, которые хотел построить апостол Петр. Игумен Даниил, автор знаменитого «Хождения в Святую Землю» XII века, приводит следующее описание Фаворской горы. «Богом поставлена она красиво, и высока очень, и велика. А на самом верху той горы, к северо-востоку, есть место высокое, как маленькая каменная островерхая горка. На том месте и преобразился Христос, Бог наш». Преображение Господа именно на горной возвышенности не следует считать случайным. В Священном Писании как Ветхого, так и Нового Завета горы являются особым местом, в котором происходит встреча Бога и человека. Авраам, проявив готовность принести в жертву сына своего Исаака, встретился с Богом на горе. Исход, глава третья, стихи первой-второй. Бог явился Моисею и говорил с ним из неопалимой купины на горе Хариф. Дарование закона Израилю через того же пророка произошло на горе Синай. Евангелисты указывают, что многие важные моменты жизни Иисуса Христа также происходят на горе. Иисус неоднократно удалялся на гору, чтобы провести время в молитве и одиночестве. Именно на горе он отверг искушение сатаны. Преображение также не стало исключением и произошло среди горного пространства. Во время самого преображения внешний вид Господа Иисуса радикально изменился. Евангелист Матфей использует для его описания слова «цвет» и «солнце». Такое описание, уникальное по своей природе, продолжает при этом традицию священного писания Ветхого Завета. Так пророк Моисей, внешний вид которого преобразился под действием славы Божией, в книге «Исход» описывается следующими словами. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Исход, глава 34, стих 29. Сияние Божественного Света, которое увидели ученики на фаворе, стало еще одним подтверждением мессианского достоинства Иисуса, что было принципиально важным в свете грядущих страданий и смерти Спасителя. Евангелист Матфей не называет место преображения, но сосредоточен на описании самого события. Вне зависимости от того, на вершине какой горы ученики увидели в своем учителе божественное сияние вечности, главное чудо в том, что этот свет коснулся их сердец. Через них, очевидцев этого сияния, и мы можем стать свидетелями и соучастниками этих событий. Для этого нам нужно очистить взоры и своего сердца и быть открытыми к слушанию Святого Божественного Слова. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...